С 16 по 18 марта в Магнитогорске официально зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий. Самое печальное, что в результате одного из них пострадала молодая женщина. Она просто стояла на трамвайной остановке, когда на нее налетела машина, управлял которой мужчина, не имеющий водительских прав. Продолжит Юлия Никифорова. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход, произошло 17 марта в 8.35 на улице Профсоюзной. На трамвайной остановке в районе дома номер 9. Напомним, в это время в городе шел снег и было очень скользко. Мужчина, 1971 года рождения, на автомобиле Киария, не справился с управлением, машину занесло, она наехала на металлическое ограждение остановки, а потом сбила женщину, 1983 года рождения, ожидавшую трамвай. Пострадавшую госпитализировали в отделении травматологии одной из городских больниц. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают поврежденные ограждения трамвайной остановки. Оплатить эти расходы придется виновнику дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования ДТП выяснилось также, что у него вообще не было права на управление транспортным средством. За допущенные нарушения в отношении водителя составлены административные материалы, в том числе по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Повреждение дорожных сооружений в соответствии со статьей 12.33 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. И управление транспортным средством водителем, не имеющим полиса ОСАГО, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Помимо виновника аварии на профсоюзной, в ходе рейдов за выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили еще 15 бесправных водителей, а также 14 человек, севших за руль в состоянии опьянения. Двое водителей в ходе проверки документов предъявили инспекторам поддельные полисы ОСАГО. Напомним, это уголовно наказуемое преступление. Всего за период с 16 по 18 марта на дорогах Магнитки зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий. Причем самым спокойным из трех дней оказалось воскресенье 18 марта. На избирательной участке горожане предпочитают ходить пешком. 18 марта было достаточно спокойно. Всего мы зарегистрировали небывалое малое количество дорожных происшествий, 8. Все они были без пострадавших. Юлия Никифорова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.